привет я роман душкин на научно-производительском канале душкин объяснит сегодня я расскажу как производить частотный анализ для перестановочных шифров это довольно интересно поскольку да не так просто так сделаем видно да видно не так просто и нам нужно делать частотный подбор с возвратом а именно вот так вот то есть это не частотный анализ как для шифров замены про которой рассказывал конечно же здесь а это именно частотный подбор с возвратом давайте мы как бы рассмотрим решетку кардана опять у нас есть квадратная матрица быстренько и нарисуем и давайте сделаем такую матрицу вот этот а это у нас будет давайте так значит вот это вот будет тогда вот этот не надо вот это вот будет а вот это вот нам не нужно вот это он будет и какая-нибудь вот этот вот в качестве программы напишем алиса выходи гулять ну боб послал алисе такую программу да бог посылает алисе гулять за что у нас здесь есть зашифрован значит первый раз у нас тут а ли с так 2 у нас значит это у нас поворачивается значит 2 будет вот здесь вот поворачивается на 90 градусов до напоминаю как решетки кардана работают так и у нас будет тогда алиса у их так зелененьким мы напишем следующую четверку она будет вот такая вот вы ходи ну и вот здесь напишем гулять собственно вот этот открытый текст преобразовался в такой о а у а лавил идеи и тх нгс вот собственно крипто аналитика начинает работать вот с такими перестановочными шифрами соответствие с пониманием того что мы как бы предполагаем что крипто аналитик знает что такое какая шифра система используется он собственно предполагает что у нас перестановочный шифр и в конкретном случае это решетка кардана мы рассматриваем решетку кардана как самый сложный перестановочный шипа он самый сложный из всех перестановочных шифров которые есть которые мы рассмотрели и вот у нас есть такая вот шифрограмма у а лвил и так далее да тх нгс вот что делает шифра аналитик крипто аналитик на первое ищет ключевые слова что такое атака по ключевым словам и рассказывал здесь и второе строит дерево возможностей вариантов с возвратом и давайте покажу что это значит значит крипто аналитик ищет ключевые слова это значит что он может предположить что если боб отправляет алисе письмо а он его перехватил то скорее всего в шифрограмме будет слово алиса вот бог посылает алисе письмо в котором написано алиса это как бы не такое уж слабое предположение многие люди которые не умеют пользоваться криптографии вот делают такие банальные ошибки собственно крипто аналитик это может предположить теперь у него есть выбор вот у нас есть крипто грамма вот это вот давайте быстро перерисую перерисовать хочу в таком виде в без цветных клеточек на а а а лвил идея и тхгс нам вот и крипто аналитик может предположить что если у нас есть слово алиса и он должен посмотреть если тут все буквы этого слова а л и с а есть он может предположить что первая буква это либо вот это вот либо вот этот то есть это первая буква причем не обязательно алиса должна быть в начале предложения это может быть в принципе где-то слово алиса главное чтоб она проявилась вот здесь вот в этой шифрограмме они получилось на стыке шифрограмм вот отдельных блоков да не шифрограмм это вся шифрограмма это отдельный блок блок из 16 символов вот чтобы вот в этих 16 символов которые тут есть вот было слово алис вот мы это предполагаем с этого начинает работу крипто аналитик да вот он видит есть две буквы а вот мы соответственно делаем дерево что у нас первая буква а находится либо здесь либо здесь вот это дерево да и потом второй шаг второй шаг давайте вот таким вот сделаем это вот этот буква л да вот что нам дает это вот сюда вот подвину вот значит первый шаг нам дает значит да вот это 2 2 буква сейчас я вам покажу вы суть поймете значит первый шаг нам дает вот наше дерево решений крипто анализа даже не так что у нас есть либо здесь вычерненная клетка до либо вот здесь вычерненная клетка потому что это буква а и соответственно буква л вот здесь да мы это разбиваем на две части опять значит эта клетка у нас вычернена вырезана и 2 может быть либо вот это вот либо вот это вот здесь тоже самое значит вот эту клетку мы вырезали и 2 может быть либо вот здесь либо где она вот здесь вот это плохой вариант крипто аналитик об этом знает и поэтому делает ему приоритет ниже вот дальше алиса и третья буква мы зачерняем третью букву вот она у нас и мы также рисуем продолжаем рисовать дерево ну она естественно не бинарное может быть в общем случае в некоторых случаях если вот у нас смотри смотрите сейчас мы следующий проведем следующую четвертую букву найдем да значит вот здесь у нас две буквы остались вот у нас и вот здесь вот 3 будет вот здесь вот а 4 и 3 будет вот здесь вот здесь вариант эти я не буду рисовать вы я надеюсь смысл поняли да и вот здесь вот у нас четвертая буква с и она одна она одна в шифрограмме и поэтому вот здесь вот будет как бы по одному дереву по одной ветке значит здесь у нас будет вот так вот так вот вот так вот и вот так вот вот так вот вот так вот и вот так вот опять плохая штука низкий приоритет и как вы видите а по это и есть не что иное как наш ключ который мы построили то есть крипто аналитику в общем то не так много пришлось сделать чтобы разгадать ключ и после того как он его как бы вот мы уже два ключа нашли он может найти еще сколько получается здесь ключей здесь по два здесь два и здесь два причем здесь низкий приоритет да и потом еще один один ну и вернее тут как не так тут тоже по одному да потому что лиса с последней буквы здесь один один и получается один получается так раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь вариантов рассмотрел крипто аналитик да и один из них получился нашим ключом он его каждый из этих восьми поворачивает и находит очевидно находит криптограмм вот получается вот такая вот штука про как здесь происходит вот здесь как бы я сделал не совсем корректно конечно надо было вот это показать а время вот здесь в этом в этих ветках а потому что есть у нас возврат что такое возврат вот как мы начали допустим вот этот вариант смотреть давайте мы его обозначим красненьким вот этот вариант началось смотреть да и у нас получилось что вот у нас есть наша шифрограмма и через этот вариант мы нашли а лис алис мы нашли да вот эти четыре раз два три четыре вот они вот эти вот вещи мы их нашли вот они да и потом мы перевернули вот этот ключ на 90 градусов получили где давайте мы возьмем новый фломастер вот эти два вот эту и вот эту и получили следующую четверку букв у а их очевидно что вот это вот какая-то ерунда и поэтому вот этот ключ мы откидываем и возвращаемся на 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 уровень выше и берем следующий ключ вот это и есть возврат значит да и что тут пригодится что пригодится крипто аналитику для таких вещей частотности частотности не только букв но н грамм что такое н грамм и рассказал здесь то есть мы можем рассматривать такой примерно показатель показатель или метрика как вероятность n плюс 1 грамм деленное на вероятность n грамм то есть у крипто аналитика конечно же есть таблицы которых показаны все вероятности проявления всех н грамм кстати они есть там для всех языков почитанным там я встречал таблицы для 14 грамм например то есть 14 символов в в ряд вот есть таблиц вероятности их проявления то есть все это можно автоматизировать и собственно вот этот показатель можно максимизировать при проходе по дереву то есть отбирать на каждом уровне на каждом уровне дерева вот этого вот этот уровень дерева мы его назовем уровень ранжирования и мы его ранжируем как раз вот по этому по этому показателю я правда чё-то подзабыл по по возрастанию или по убыванию надо его ранжировать но короче либо так либо иначе и мы вот эти вот как бы восстанавливаемые ключи ранжируем по этой метрике и наибольший приоритет получает либо там самый ниш низкий показать либо самый высокий пишите в комментариях если вы знаете какой должен быть показатель самый высокий или самый низкий и соответственно начинаем их рассматривать и на следующем уровне считаем уже у нас n прибавляется n переходит в n плюс 1 и соответственно вот этот показатель получается pn плюс 2 от п.н. на п.н. плюс 1 вот и мы ранжируем уже по нему то есть такой итеративный процесс и происходит вот такие возвраты которые я показал вот так это работает принципе если у нас небольшой кали как бы размер ключа небольшой ну там не не 20 на 20 например да а там до 10 на 10 то при помощи автоматизированного метода и даже автоматического метода вращения вот этих построений деревьев быстрых подборов расшифровать криптограммы созданные перестановочными шифрами при помощи решеток кардана возможно вполне за такое время особенно вот применяем вот эти вот частотные характеристики n грамм и возврата так что не как бы не думайте что решетки кардана про которые рассказал кстати здесь и так и не рассказал не не сделать ссылку на видео они достаточно мощный метод шифрования нет они для тех времен когда джералом джералом а кардан их придумал они были мощным методом но сегодня конечно же совсем не мощными все пишите комментарии ставьте лайк и на канал подписывайтесь с вами был роман душкин до новых встреч пока